У жителей Радужного тоже много лет были проблемы с отоплением. Котельная, которая обеспечивала микрорайон горячей водой и теплом, отказалась работать, ссылаясь на долги. А затем управляющая компания объявила себя банкротом, при том, что платили за ресурсы жители регулярно. Однако уже с начала лета об этих проблемах в Радужном смогут забыть. Почему, знает Елизавета Халикова. Целый год непрерывной работы и котельная в Радужном готова. Теперь осталось проверить оборудование и запрограммировать котлы. После этого объект сможет заработать в полную силу. В частности, рассказали представители газовой компании первым лицам города и области. Без перебоев горячая вода в дома Радужнинцев начнет поступать уже в июне. В срок начнется и следующий отопительный сезон. Кстати, отвечать за непрерывную подачу ресурсов будут эти пять котлов. Именно они будут нагревать воду, которая по трубам пойдет в дома микрорайона. В случае какого-то перерасхода, то есть пропажи газа, 200 тонн дизельного топлива у нас предусмотрено. Кроме этого, две емкости у нас там. Их на какое время хватает? 200 тонн. Там получат трехсуточный запас. Одно из важнейших преимуществ котельной – ее автоматизированность. Иными словами, работать здесь будут всего 14 человек в разные смены. Тем не менее, комплекс настолько мощный, что теплом будут обеспечены более 10 тысяч радужнинцев. Такая перспектива уже радует местных жителей. У нас одна из наших крупных поликлиник, поликлиника номер два. Мы очень страдали от того, что недостаточная температура воды, либо все лето ее вообще нет. Мы вынуждены были тратить деньги на резервные источники горячей воды, на нагреватель дополнительный и прочее. Поэтому, с точки зрения медиков, мы очень надеемся, и условия труда будут лучше, условия оказания медпомощи для жителей будут соответствовать нормативам, что, безусловно, на качестве помощи скажется. Открытие котельной – событие значимое не только для кировчан, но и для самой газовой компании. Чтобы реализовать проект, они вложили большие деньги. Тем не менее, пообещали представители власти, тарифы на отопление и горячую воду для жителей Радужного из-за строительства новой котельной не вырастут. «Надеемся, что наша совместная работа будет продолжена. Мы на территории города, того же Нововятского района, мы знаем многое сделано в заречной части города, поэтому есть уже некий опыт работы. И надеемся, что вот такие новые современные умные котельные появятся и здесь, в Нововятске, и в микрорайоне Ленинском, в районе Ресникова». Кроме Кирова, такие же котельные в следующем году должны будут появиться в Слободском и Куменском районах области.